Слава Богу за все! Аминь! Святой Иоанн Златоуст, том 2, в двух книгах, книга 1. Санкт-Петербург, издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1896 год. От Совета Санкт-Петербургской Духовной Академии печать дозволяется. Санкт-Петербург, 24 октября 1895 года. Ректор Академии Иоанн, епископ Нарнский. Товарищество, печатное С.П. Яковлева, Невский, 132. Картина. Теперешний вид Антиохии. Место служения святого Иоанна Златоуста. Святого отца нашего Иоанна Златоуста. Беседы о статуях, говоренные к антиохийскому народу. Знаменитые беседы к антиохийскому народу о статуях, произнесенные святым Иоанном Златоустом, святую в 4 десятницу 388 года. Поводом к ним, к их произнесению, послужил страшный мятеж, произведенный в Антиохии уличной чернью, которая оскорбила и разбила императорские статуи. Первая беседа была произнесена еще до мятежа, но вторая уже после мятежа, о чем ясно говорит ее содержание. Всех бесед было произнесено 21, и в них с поразительной живостью изображается состояние Антиохии в это страшное время. Кассета первая. Беседа первая, произнесенная в бытность пресвитером в Антиохии в старой церкви на слова. Первая Тимофея, пятая глава, 23 стих. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Слышали вы апостольский голос, небесную трубу, духовную лиру? В самом деле голос, как труба, которая, подавая страшный боевой сигнал, пугает врагов, поднимает упавший дух своих, возбуждает слышащих великое мужество и делает их непобедимыми для дьявола. Или как лира, которая, приятно услаждая нас, укращает волнение нечистых помыслов и вместе с удовольствием доставляет нам и великую пользу. Итак, слышали вы сегодня, как Павел беседует с Тимофеем о многих важных предметах. Так он писал ему в послании о рукоположении. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым». 1 Тимофея 5.22 И представил тяжкую опасность такого беззакония, показав, что за греки одних подвергнутся наказанию вместе с ними и другие, так как срез хиротонения сообщает силу нечестию. Затем он говорит «Впредь пей ни одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Он беседовал с нами сегодня и о повиновении слуг, и о безумии сребролюбцев, и о безрассудности богатых, и о многом другом. Так как всего за раз изъяснить невозможно, то что и сказано пожелаете вы, чтобы мы взяли для беседы с вами, возлюбленные? В прочитанном, как будто на лугу, я вижу множество разнообразных цветов, обилие роз, фиалок и лилий. Повсюду рассеяли разнообразный и обильный плод духа и великое благоухание. Вернее же сказать, чтение Божественных Писаний есть не только лук, но и рай, потому что цветы эти имеют не одно лишь простое благоухание, но и плод, который может питать душу. Так, что же из сказанного желаете вы, чтобы мы представили вам сегодня? Желаете, чтобы мы занялись теперь тем, что касается самым, кажется, самым легким и удобо понятным для всякого? Я согласен. Да и вам как хорошо, я знаю, понравится это. Но что легче прочего? Что же иное, как не то, что представляется легким для всякого, и кратко может быть высказано? Что же такое? В предпей ни одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Итак, употребим всю беседу на это изречение. Не по чистолюбии делом мы это, и не из стремления похвалюйся даром слова, потому что мы говорим не свое, а то, что внушает благодать духа. Говорим для того, чтобы возбудить беспечных из слушателей и убедить, сколь велико сокровище писаний, и как ненадежно и небезопасно проходить их без внимания. В самом деле, если случится, что это легкое и ясное изречение, которое, как многим кажется, не заключает в себе ничего необходимого, послужит нам причиной великого богатства и поводом к высочайшему любомудрию, то гораздо больше те изречения, которые сами по себе показывают свое богатство, наполнят бесчисленными сокровищами, внимающих им. Не будем поэтому пренебрегать и теми мыслями писаний, которые почитаются маловажными, потому что и они от благодати духа. Благодать же духа никогда не бывает мало и скудной, а великой, удивительной и достойной щедрости давшего. Итак, будем слушать их неповерхностно. Ведь и очищающий руду, когда бросят ее в плавильную печь, вынимает не только одни куски золота, а с великой тщательностью собирает и маленькие крупинки. Так как и мы очищаем золото, извлеченное из апостольских рудников, не в плавильню бросаем, а влагая в помышления вашей души, не пламень возжигая, а воспламеняя огонь духа, то будем тщательно собирать и маленькие крупинки, потому что хоть и краткое изречение, но велико значение. Как драгоценные камни получают свою цену не от тяжести, составного вещества, а от красоты, так точны и чтения божественных писаний. Языческая наука, раскрывая много пошлостей и внушая слушателям много пустяков, отпускает их с пустыми руками, ни много ни мало, не приобретавшими себе чего-либо хорошего. Благодать же духа не так, а совершенно напротив. Немногими словами она внушает любомудрие всем, кто внимает ей, и часто бывает достаточно взять отсюда одно только изречение, чтобы иметь средства на весь путь жизни. 7. Если таково богатство, то воспрянем и трезвенные мысли воспримем то, что будет сказано, так как я намереваюсь далеко углубиться словом. Многим кажется, что вышеуказанное наставление и не нужно, и излишнее. Говорят, разве Тимофей сам по себе не мог знать, чем надо пользоваться, а ожидал узнать это от учителя? Неужели учитель не только дал повеление, но и запечатлел письменами, вырезав его как бы на медном столбе в данном ему послании, и не постыдился написать об этом послании ученику, назначенном для народного чтения? Это для того сделано, чтобы тебе знать, что наставление не только не излишнее, но и необходимо, и чрезвычайно полезно. И это, то есть, что оно было не сказано только, а изложено в письмене и через послание, верено всем грядущим поколениям. Не дело Павла, а благодати Духа. Перейду сейчас к самому доказательству. В самом деле, наряду с указанным, некоторые не меньше недумевают и относительно еще другого, спрашивая себя, для чего допустил Бог, чтобы муж, имевший такое дерзновение, муж, кости и останки которого изгоняли демонов, подвергся такой болезни. В самом деле, он не просто болел, а всегда и беспрестанно, непрерывно следовавшими друг за другом недугами, не дававшему ему отдыха даже на краткое время. Откуда видно это? Из самих слов Павла он не сказал ради недуга, но частых твоих недугов. И не просто недугов, но указал и на их непрерывность, говоря частых твоих недугов. Пусть выслушают это те, которые, подвергшись продолжительной болезни, сетуют на свои страдания и изнемогают. Но вопрос заключается не в одном лишь том, что он, Тимофей, болел, будучи святым, и болел так беспрестанно, а в том, что ему вверены были и общественные дела. Если бы он был одним из тех, которые удалились на вершины гор, поставили свои хижины в уединение и избрали жизнь, чуждую, общественных занятий и трудов, то вопрос не был бы так затрудителен. Но подвергнуть узам недуга человека, поставленного на служение общественное, человека, которому вверена забота в стольких церквах, который с таким рвением и старанием устрояет целые города, народы и всю вселенную, это больше всего способно смутить того, кто не относится к этому с надлежащим вниманием. В самом деле, если уже не ради себя самого, то, по крайней мере, ради других необходимо было, чтобы он был здоров. Он был доблестнейшим вождем. Война у него была, говорит Писание, не только с неверными, но и с демонами, и с самим дьяволом. Все эти враги нападали с великой силой, рассеивая войско и захватывая в плен. А он мог обратить к истине бесчисленное множество и был немощен. Если от болезни, говорят, и не происходило никакого еще ущерба для тела, то все же она одна способна уже была сделать верных более боязливыми и беспечными. Если воин в виде своего вождя, прикованного к постели, становится унылый и нерешительный в битве, то гораздо более естественно было, чтобы и верные, видя тогда своего учителя, совершившего столько знамений в постоянных недугах и телесных страданиях, испытали нечто свойственное людям. Но не одно только это, а и нечто еще другое служит вопросом для сомневающихся. Именно, почему, если Тимофей находился в таком состоянии, ни сам он не исцелил себя, ни его учитель? Они пробуждали мертвых, изгоняли демонов, вполне властвовали над смертью, а одного немощного тела не исцелили. Показав столь великую силу и при жизни, и по смерти на чужих телах, не восстановили пришедшего в упадок желудка. Но самое главное в том, что Павел после стольких и таких знамений, которые он совершал одним простым словом, не совестился и не стыдился писать Тимофею, чтобы он прибегал к услугам вина. Представляет это особенным не потому, что постыдно пить вино, да не будет, это учение еретиков, а потому, что он не почитал стыдом того, что без помощи вина нельзя исправить болящего члена. И так был далек от стыда за это, что выставил даже это наставление на вид всем будущим поколениям. Видите, до какой глубины мы довели свое слово. Видите, как кажущиеся ничтожным и завивались бесчисленными вопросами. Приведем же и решение. Я для того и сошел в великую глубину, чтобы, возбудив ваш ум, подготовить наши мысли. Девять. Но позвольте мне, прежде чем привести решение этих вопросов, сказать кое-что от добродетели Тимофея и заботливости Павла. Что в самом деле было нежно любивее того, кто, находясь на столь дальнем расстоянии и будучи занят множеством дел, так беспокоился о здоровье желудка ученика и так заботливо писал об излечении болезни. Что, с другой стороны, равно было добродетели Тимофея? Он так презирал роскошь и смеялся над пышным столом, что впал даже в недуг от слишком сурового образа жизни и чрезмерного поста. Что он был таким не от природы, а постом и употреблением воды разрушил силу желудка. Послушайте, как сам Павел определенно говорит об этом, он не просто сказал, немного вина принимая, сказал, наперед, впредь пей не одну воду. Затем уже присоединил совет употреблять вино словом же, потому он обозначил, что до того времени Тимофей пил воду и вследствие этого стал болен. Кто не подивится его любомудрию и строгости, он достиг самых небес, зашел на вершину добродетели, и это свидетельствует о нем его учитель, говоря, «Для того я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына». А когда Павел называет его чадом, 1 Коринфянам 4,17, и чадом верным и возлюбленным, то этим словом достаточно, чтобы показать всю его добродетель, потому что суждения святых не зависят, нет расположения, нет вражды, но чужды, всякого пристрастия. Тимофей не был бы так достоин удивления, если бы был чадом Павла по естеству, как он дивен теперь, потому что, не будучи нисколько родным ему по плоти, он усыновил себя ему через родство по благочестию, тщательно сохраняя во всем черты его любомудрия. Как телец, сопряженный стволом, он влочил вместе с ним по всей вселенной ермо и нисколько не ослабевал, вследствие своего возраста, а был полон стремления соперничать в трудах с учителем. И этому свидетель опять сам Павел, который говорит, «Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». 1 Коринфянам 16.11 Видишь, как свидетельствует он о равной ему самому ревности Тимофея, за тем, чтобы не показалось, будто он говорит это по расположению, он самих служителей делает свидетелями добродетели своего сына, говоря, «А его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании». Филиппийцам 2.22. И, однако, поднявшись до такой высоты совершенств, он и тогда не был самонадеян, а оставался робким и чрезвычайно боязливым. Почему он строго и постился, и не испытывал того, что бывает со многими теми, которые, подвергнув себя лишь на 10 или 20 месяцев посту, тот час же оставляет все. А он не потерпел ничего подобного и не сказал даже себе чего-нибудь вроде следующего, «Что мне за нужда теперь постите?» «Я победил, стал господином страстей, умертвил свое тело, демонов устрашил, дьявола отогнал, мертвых воскресил, прокаженных очистил. Я страшен для супротивных сил? Что мне теперь за нужда в посте и в той безопасности, какую дает он?» Ничего подобного он не сказал, не подумал, но чем больше преисполнялся бесчисленных заслуг, тем более боялся и трепетал. И такому любомудрю научился у учителя, ибо и тот, будучи восхищен на третье небо и вознесен в рай, слышал неизреченные глаголы и став участником таковых тайн, и как бы на крыльях обтекая всю вселенную, говорил в послании к Коринфянам. 1 Коринфянам 9.27 «Но усмиряй и порабощай тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Если же Павел страшился после совершенных им столь славных и великих дел, Павел, который мог сказать «Я распред для мира и мир за меня», то гораздо больше следует бояться нам и тем именно больше, чем больше приобретаем мы совершенств. Потому что и дьявол становится тогда лютее, тогда делается более свирепым, когда видит, что мы заботливо устрояем свою жизнь. Когда видит, что грузы добродетели сложены и изобильно накоплены, тогда-то и старается причинить более тяжкое крушение. Ибо человек ничтожный и презренный, если поскользнется и падет, приносит обществу не столь большой вред, а тот, кто стоит наверху добродетели с великой славой, как бы на какой высоте, а будучи виден и известен всем и составляя у всех предмет удивления, когда падает, подвергшись искушению, причиняет великое разрушение и вред. Не потому только, что он сам пал с высоты, но и потому еще, что он сделал более беспечными многих из тех, кто взирал на него. И подобно тому, как в теле не бывает еще большого вреда, когда разрушен какой-нибудь иной член, а когда выколоты глаза или поврежденная голова, то все тело становится бесполезным. Так следует сказать тоже и о святых, и людях с великими заслугами. Когда они гаснут, когда причинят себе бесчестие, то приносят всецелый и непоправимый вред и остальному телу. Десять. Тимофей, зная все это, отовсюду защитил себя. Так он знал, что юность трудна, что она легко воспламенима, легко подается обольщением, легко попадает на скользкий путь и нуждается в очень крепкой узде, потому что она есть как бы костер, который захватывает все лежащее вне его и легко воспламеняется. И он тотчас же отовсюду оградил его, чтобы умерить его, и всячески старался погасить этот пламень. И коня без узды и удил укращал он с великой силою, пока совершенно не усмирил его бешеных прыжков, пока не сделал его покорным удилам и предал в руки разума, обуздывающего его с великою силою. «Пусть немоществует, — говорил он, — тело, но пусть не ослабевает душа, пусть обуздывается плоть, но да не будет препятствий для течения души к небу». Но вместе с этим больше всего можно удивляться в нем еще тому, что, будучи столь немощным и борясь с таким тяжелым недугом, он не родил о делах божественных, но повсюду летал больше, чем здоровое и сильное телом, то в Ефес, то в Карин, часто в Македонии, в Италию, повсюду являясь с учителем на суше, повсюду на море, принимая участие во всех его подвигах и непрестанных опасностях. И слабость тела не поругалась над любомудрием души. Такова ревность по Боге, столь легкие крылья дает она. Как людям, имеющим сильные и здоровые тела, нет никакой прибыли от здоровья, если душа презренно, беспечна и ленива, так и обессиленным нет никакого вреда от слабости, если душа благородна и находится в бодрестном состоянии. Некоторым кажется, что это наставление и совет дают оправдание, для более беззастенчивого употребления вина. На самом деле не так. Если кто-нибудь тщательно исследует это изречение, то увидит, что наставление предписывает скорее пост. Заметь, в самом деле, что Павел дал этот совет не сначала и не с первых шагов, а посоветовал тогда, только когда увидел, что все силы у Тимофея уже подорваны. И тогда он не просто посоветовал, а с некоторым предварительным ограничением, не просто сказал он, принимаем вино, но немного вина, не потому что Тимофей нуждался в таком наставлении и совете, а потому что мы нуждаемся. Написав послание ему, он ставит нам меру и пределы употребления вина, повелевает пить столько, сколько надо для того, чтобы восстановить ослабевшие силы, сколько требуется, чтобы доставить здоровье телу, а не новая еще болезнь, потому что неумеренное питье вина не меньше, чем и чрезвычайное употребление воды, даже гораздо больше, причиняет тяжкие болезни и душе, и телу, производя борьбу страстей, внося в ум бурю нечистых помыслов, расслабляя и расшатывая силы тела. Не так разрушается земля, обремененная постоянным обилием ввод, как расшатывается, расслабляется и исчезает сила тела, постоянно затопляемая питьем вина. Будем поэтому избегать крайностей с той и другой стороны, заботясь и о здоровье тела и сдерживая его необузданные порывы. Вино дано Богом не для того, чтобы мы упивались до пина, а чтобы были трезвенными, чтобы веселились и не скорбели, ибо вино, говорится, веселит сердце человека. Псалом 103.15 А ты делаешь его причиной печали. И действительно, чрезмерно упивающиеся бывают мрачны духом, так как над умом их разливается великий мрак. Наилучшее врачество, когда ты соблюдаешь полнейшую умеренность. Это полезная нам твердыня и против еретиков, клевещущих на создание Божие, потому что если бы вино было одним из запрещенных предметов, то Павел не дозволил бы его, не сказал бы, что надо употреблять вино. Да не только против еретиков, а и против более простых из братьев наших, которые всякий раз, как увидят, что некоторые вследствие пьянства ведут себя непристойно, забывая порицать этих последних, поносят данный Богом плод, говоря, да не будет вина. Скажем поэтому им, да не будет пьянства, потому что вино – дело Божие, а пьянство – дело дьявола. Не вино производит пьянство, а не воздержание производит пьянство. Не поноси творение Божие, а порицай безумие сороба. А ты, оставив без наказания исправление согрешающего, оскорбляешь благодетеля. 12. Итак, когда услышим, что кто-нибудь говорит подобное, то заставим его молчать, потому что не пользование, а неумеренность производит пьянство. Пьянство – корень всех зол. Вино дано для того, чтобы восстановлять силы слабого тела, а не для того, чтобы разрушать силу души, чтобы устранять немощь плоти, а не вредить здоровье души. Не доставляй поэтому своим неумеренным пользованием, даром Божиим, поводов к порицанию его людям неразумным и бесстыдным. Что в самом деле достойно большего сожаления, чем пьянство? Пьяница – живой мертвец. Пьянство – демон самозванный, недуг, не имеющий прощения, падение, лишенное оправдания, общий позор рода нашего. Пьяница не только бесполезен в собраниях, не только в делах частных и общественных, но и по одному просто виду противней всех, дыша зловонием. Изрыгание, позевывание и крики пьяных неприятны и противны. И тем, кто видит и присутствует вместе с ними, внушает крайнее отвращение. Но верх зла в том, что этот недуг делает для пьяницы недоступным небо и не дозволяет достичь вечных благ, так что вместе с позором здесь и там ожидает страждущих этим недугом тягчайшее наказание. Посему уничтожим эту дурную привычку и послушаемся слов Павла. Употребляй немного вина, да и самое это употребление в небольшом количестве он позволил ради немощи. Так что, если бы не было этой изнуряющей немощи, он не заставил бы ученика принимать и малого количества. Так и данные нам необходимые для жизни пищу и питье мы всегда должны измерять временем и необходимостью. Никогда не переходить за пределы необходимости и ничего не делать безрассудно и беспорядочно. Теперь, когда мы узнали заботливость Павла и добродетель Тимофея, направим беседу на самое решение поставленных вопросов. В чем же эти вопросы? Необходимо повторить их снова, чтобы яснее было решение. Для чего, спрашивают, допустил Бог впасть в недуг к такому святому и совершавшему столь великие дела? И почему ни саму, ни учитель не могли устранить болезни, а возымели нужду в помощи вина? В этом состоял вопрос. Самое же решение нужно привести так, чтобы не только если бы кто-нибудь подвергся такой болезни недугу, но и если бы кто-нибудь из людей святых, великих и достойных удивления подвергся бедности, голоду, узам, истязаниям, обидам, клеветам и всем вообще бедствием настоящей жизни, то и относительно их, в том, что будет сказано сегодня, можно было отыскать точную и яснейшую защиту против желающих обвинять за это Бога. Вы ведь слышали, как многие спрашивают, почему в самом деле один, будучи человеком смиренным и кротким, каждый день привлекается в суд каким-нибудь преступником и злодеем, терпит множество бедствий, и Бог допускает это? Почему другой ложнообвиненный умер несправедливо? Один, говорят, потоплен, другой не зринутся скалы, и мы могли бы назвать многих святых, живших и в наше время, и при наших предках, которые потерпели много разнообразных и разнородных мучений. Чтобы понять смысл всего этого и ни самим не смущаться, ни других не допустить до соблазна, обратим тщательное внимание на то, что будет теперь сказано. 13. Я могу указать вашей любви 8 причин всякого рода и вида бедствий святых. Поэтому-то все усиленно напрягите ваше внимание, зная, что нам не будет уже никакого извинения и оправдания, если мы будем соблазняться приключающимися бедствиями, если при существовании стольких причин станем смущаться и тревожиться, как будто бы их не было ни одной. Итак, первое состоит в том, что Бог попускает им терпеть беды, чтобы они впоследствии величия своих заслуг и чудес не впали скоро в гордость. Второе в том, чтобы другие не думали о них больше, чем свойственность человеческой природе и не полагали, будто они боги, они люди. Третье, чтобы сила Божия являлась могущественной, побеждающей и умножающей проповедь через людей слабых и связанной их узами. Четвертое, чтобы яснее обнаружилось терпение их самих, как людей, которые служат Богу не из-за награды, а являет такое благомыслие, что и после великих бедствий обнаруживает чистую любовь к нему. Пятое, чтобы мы любомудро стали о воскресении. В самом деле, когда ты увидишь, что муж праведный и исполненный великой добродетели терпит без конца бедствия, так и уходит из этого мира, то ты невольно вынужден будешь подумать о тамошнем суде, потому что если люди не дозволяют трудящимся за них уйти без награды и воздаяния, то гораздо больше Бог не захочет когда-нибудь отпустить неувенчанными тех, кто столько потрудился, а если он никогда не захочет лишить их воздаяния за труды их, то необходимо должно быть какое-нибудь время после здешней смерти, в которое они получают воздаяние за здешние труды. Шестая причина в том, чтобы все подвергающиеся несчастьям имели достаточное утешение и облегчение, взирая на них и помни о случившихся с ними бедствиях. Седьмая, чтобы когда мы призываем вас подражать добродетели их и каждому из вас говорим подражай Павлу и соревну Петру, вы по причине чрезмерной высоты заслуг не подумали, что они были людьми иной природы и не отказались боязливо от подражания. Восьмая, чтобы когда нужно ублажать и сожалеть, мы знали, кого нужно почитать блаженным, а кого жалким и несчастным. Таковы причины, но их все надо подтвердить от писаний и с точностью показать, что все сказанное не изобретение человеческих размышлений, а мысли божественных писаний. Тогда и слово наше будет заслуживать большего доверия и глубже западет ваши души. Что скорби содействуют святым к тому, чтобы быть кроткими и смиренными, а не надмеваться от знамений и заслуг, и что поэтому Бог попустил быть им, послушай, как относительно этого самого говорят и пророк Давид, и Павел. первый говорит, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, да она мне жала вплоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться судам твоим. Что яснее этого? Да не превозношусь, говорит он, по причине этого Бог допустил ангелам сатаны мучить меня. Ангела межсатаны он называет не каких-либо демонов, а людей, служащих дьяволу, неверных, тиранов, язычников, которые постоянно его теснили и постоянно гнали. Слова же его смысл такой. Бог, как бы так, говорит он, мог прекратить непрерывное гонение и притеснение, но когда я восхищен был на третье небо и вознесен в рай, то чтобы из-за чрезмерности этих откровений я не возгордился и не стал высокомерен. Бог допустил эти гонения и дозволил ангелам сатаны мучить меня гонениями и скорбями, чтобы я не превозносился. Хотя и святые достойны удивления сподвижники Павла и Петра и все, кто не есть такие, но все-таки они люди и нуждаются в большой осторожности, чтобы не впасть легко в гордость. И святые больше всего нуждаются в этом, потому что ничто так не влечет к гордости, как сознание заслуг и дерзновенная душа. Чтобы они не потерпели ничего подобного, Бог и попустил быть искушением и скорбям, которые могли бы смирить их и побуждать во всем соблюдать меру. 15. А что бедствие святых много содействует их проявлению силы Божией, об этом послушаю того же апостола, который сказал то раньше, чтобы ты не говорил, как думают неверные, что Бог допускающий эти бедствия бессилен, и что не имея власти избавить своих чтителей от опасностей, допускает им постоянно бедствовать, посмотри, как показал Павел, что происходящее не только не свидетельствует о его бессилии, но еще более являет всем его силу. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 2 Коринфянам 12.8.9 Тогда, говорит, обнаруживается моя сила, когда вы в немощи, и через вас, когда вы кажетесь слабыми, растет и всюду распространяется слово проповеди. Так, когда после бесчисленных ударов он отведен был в темницу, то пленил темничного стража. В колоде были ноги, в цепях руки, но темница потряслась в полность, когда воспели апостолы. Видишь ли, как сила его в немощи совершается. Если бы Павел был свободен и поколебал темницу, то случившееся не было бы так удивительно. Поэтому Бог говорит, оставайся в узах и да потрясутся отовсюду стены и да разрешатся от таком узнике, чтобы больше видна была сила моя, когда через тебя связанного и скованного освобождаются все узники. И темничного стража поразило тогда именно то самое, что будучи содержимым так крепко, Павел одной только молитвой мог потрясти основания, растворить двери темницы и разрешить всех узников. Но не здесь только, а и с Петром, и с самим Павлом, и с остальными апостолами можно видеть, что постоянно случается это, что то есть благодать Божия всегда обнаруживается в преследованиях, является в утеснениях и громко возвещает о своей силе. Поэтому он и говорит, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». А что многие склонны были бы часто предполагать о них святых больше, чем свойственно человеческой природе, если бы не видели их терпящими такие бедствия, послушай, как страшился этого Павел. Второе Коринфянам 12.6 «Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумным, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня». Что значит его слова? Я мог бы, говорит он, указать на гораздо большие чудеса, но не хочу, чтобы величие знамений не нушило людям обо мне большего мнения. Поэтому бывшая с Петром, когда исцелен был хромой, и все с изумлением смотрели на них, успокаивая народ и убеждая, что они ничего не обнаружили сами от себя, и своей силой говорят, что вы на нас смотрите, как будто бы мы своей силой или благочестен сделали то, что они ходят. Диане 3.12 Опять и в Левистрах были не только поражены, но и привели украшенных венками быков, и хотели принести жертву Павлу с Варнавой. Заметь коварство дьявола, через кого Господь хотел искоренить во вселенной нечестие, через тех самых он старался взвести его, опять убеждая признавать людей богами, что он делал и в прежние времена. И это его дело больше всего дало начало и корень идолослужению, потому что многие и счастливые окончившие войны, и водрузившие трофеи, и построившие города, и совершившие иные благодеяния, для тогдашних людей признаны были богами, почтены храмами и алтарями, и весь список языческих богов состоит из этих людей. Чтобы не случилось этого и со святыми, Бог попустил им быть постоянно гонимыми, принимать бичевание, подвергаться недугам, чтобы крайняя телесная немощь и обилие искушений убеждали живших тогда, что совершавшие столь великие чудеса, были все же людьми и ничего не приносили сами от себя, а все совершало через них одна лишь благодать. Ибо если те сочли за богов людей, совершивших незначительные и ничтожные дела, то гораздо более заподозрили бы они этих, творивших такие дела, каких никто никогда не видал и не слыхал, если бы последние не испытывали ничего свойственного людям, если даже несмотря на то, что они подверглись бичеваниям, подверглись, поднизвергались, заключались вузы, изгонялись, сталкивались каждый день с опасностями, некоторые все-таки впали в это нечестивое мнение, то гораздо больше они подумали бы, если бы те не претерпели ничего свойственного людям. 17. Такова третья причина бедствия. Четвертая же состоит в том, чтобы не думали люди, будто бы святые служат Богу по надежде на настоящее счастье. В самом деле, многие, живя распутно, будучи часто упрекаемы многими и призываемы к подвигам добродетели, и, слыша о похвалах святых за мужество в бедствиях, начинают на них клеветать по этому поводу. И не только люди, а и сам дьявол заподозрил то же самое. В самом деле, когда Иов владел большим богатством и наслаждался полным изобилием, то злой тот демон, будучи за него упрекаем Богом, не имея ничего сказать, не оправдать о своих преступлениях, не набросить сомнения на добродетели праведника, тот сейчас же прибегает к этой защите, говоря, не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяется по земле, разве даром богобоязнен Иов. За награду, говорит он, наслаждаясь таким изобилием, он добродетелен. Что же Бог? Он, желая показать, что не за награду служат его святые, лишил его всего богатства, предал бедности и допустил подвергнуться тяжелой болезни. Затем, укоряя дьявола, что он напрасно заподозрил, говорит, что Иов и доселе тверд своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. Два-три. Для святых достаточной наградой и воздаянием служит самое служение Богу, как и для любящего, довольной той наградой, чтобы любить, кого любит, так что он и не ищет ничего сверх того, и не думает, чтобы что-нибудь было больше этого. Если же так бывает в отношении к человеку, то гораздо больше в отношении к Богу. Поэтому и Бог, желая показать это, дозволил больше, чем требовал дьявол. Тот говорит, простри руку твою на него и коснись всего, что у него. А Бог не дал, но говорит, предаю тебе его. Подобно тому, как на мирских состязаниях сильные и здоровые телом атлеты являются не тогда, когда бывают окутаны увлажненным маслом и одеждой, а выступают на арену, сбросив ее на гимме, и когда поражают зрители полную соразмерность из всех членов, когда ничто уже не скрывает их тело. Так и Иов, когда окружен был всем тем богатством, то для многих неизвестно было, каков он был, когда же бросил ее, подобно тому, как атлет снимает одежду, и вышел на гимм на подвиг благочестия, что в таком обнаженном виде так поразил всех зрителей, что и само воинство ангельское, зревшее его, громко воскликнуло, видя твердость души его, и рукоплескало победителю. Как я сейчас сказал, он не тогда виден был людям, когда владел всем тем богатством, а тогда, когда сбросив его, подобно одежде, оказался нагим посреди вселенной, как бы в театре, и все были поражены хорошим состоянием души его, и не только благодаря этой ноготье он выказал себя, но благодаря та же и борьбе, и терпению в болезни. Как я сказал раньше, его поразил не сам бог, чтобы дьявол опять не сказал, ты пощадил и навел не такое искушение, какое нужно было бы, а отдал самому дьяволу и погубление стад и власть над телом. Я, говорит он, уверен в борце, поэтому не препятствую потребить с ним, какие хочешь приемы борьбы. Но подобно тому, как хорошие и вполне полагающиеся на свое искусство и крепость тела борцы часто вступают в борьбу с противниками не прямо стоя и не на равных условиях, а дозволяют им перехватить себя посередине, чтобы сделать более блистательную победу. Так и бог допустил дьяволу схватить святого посередине, чтобы когда тот победит после такого преимущества борьбы на стороне дьявола и распрострел его на земле, был более блистательным венец. Золото испытано, как хочешь пытай его, как хочешь пробуй, ты не найдешь в нем грязи. Но бог показывает нам не только мужество других, но и представляет еще иное великое утешение. Что в самом деле говорит Христос? Маттех, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так знали и пророков, бывших прежде вас. Матфея 5.11. И Павел, опять же, желая утешить македонян, говорит 1-й Иисусом 2.14. Ибо вы, братья, сделали с подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев. Точно так же он увещевает и евреев, перечисляя всех праведников, страдавших в течах, ямах, пустынях, городах, пещерах, проводивших жизнь в голоде и тесноте, потому что общение в страданиях доставляет некоторое утешение изгнанникам, а что страдания святых дают опять поводы, говорит и о воскресении. Послушай, как говорит об этом сам Павел, по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями Ефеси, какая мне польза, если мертвые не воскресания? Станем братья есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем. Еще, если только в этой жизни надеемся на Христа, то мы самые несчастные из человеков. Бесчисленные терпим мы бедствия в настоящей жизни, говорит он. Поэтому, если нельзя надеяться на другую жизнь, то кто был бы несчастнее нас? 19. Отсюда очевидно, что наша жизнь не ограничивается пределами настоящего существования, и это становится ясным из искушений. Никогда бы не потерпел Бог, чтобы претерпевшие столько великих бедствий и проведшие всю настоящую жизнь в искушениях и бесчисленных опасностях, не были вознаграждены гораздо большими дарами. Если же он не потерпел бы этого, то очевидно, что он уготовил некую иную, лучшую и более светлую жизнь, с которой он должен увенчать борцов благочестия и прославить их перед взорами всей вселенной. Итак, когда ты увидишь, что праведник находится в нужде, терпит бедствия, подвергается недугу, бедности и заключает настоящую жизнь множеством других бедствий, тогда скажи себе, что если бы не было воскресения и суда, то Бог не попустил бы потерпевшему за него столько зол отойти отсюда и не испытав ничего хорошего. Очевидно отсюда, что он уготовил им другую жизнь гораздо более приятную и счастливую, чем настоящая, потому что если бы было не так, то не дозволил бы многим нечестивым жить в роскоши в течение настоящей жизни, а многим праведникам не допустил бы оставаться в бесчисленных бедствиях. Но так как уготован иной век, в котором он намерен воздать всякому по достоинству одному мзду нечестия, другому мзду добродетели, то он и терпит, видя, как один бедствует, а другой роскошествует, и другую причину постараюсь представить от Писаний. В чем же она заключается? В том, чтобы мы, будучи призываемы к той же самой добродетели, не говорили, что они святые имели иную природу, или что они не были людьми. Поэтому некто, говоря о великом Ильи, сказал так, Илья, человек, был подобный нам. Видишь ли, что соучастием страданиях апостол показывает, что он, Илья, был человек, как и мы. И еще, и я был подобный вам, человек, подобострастен вам. Премудрость. 7.1. Это ручается за общность природы. А чтобы ты знал, что страдания святых научает нас ублажать того, кого именно нужно ублажать, это ясно из следующего. Когда ты слышишь Павла, который говорит, что даже до ныне терпим голод, и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками, злословят нас мы, благословляем, гонят нас мы, терпим, и что все это делаем мы для Господа, ибо Господь кого любит, того наказывает, бьет же всякого Сына, которого принимает. То ясно, что мы будем восхвалять не тех, кто наслаждается спокойствием, а тех, которые терпят притеснения и скорби за Бога, и будем соревновать с живущим добродетельно и заботящимся о благочестии. Так и пророк говорит в Солом 143, 11-15 стих избавь меня и спаси меня от руки сынов и наплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусные из военные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны обильным всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажетях наших, да будут вовы наши тучные, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни вопли на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Ты же что говоришь, пророк, блаженны люди, у которых Господь есть Бог, не того, кто обогащается имуществом, а того, кто украшается благочестием, говорит он, я считаю блаженным, хотя бы он терпел бесчисленные бедствия. Если же нужно назвать и девятую причину, то мы указали бы на то, что скорби делают боли испытанные тех, кто подвергается им. Пятая глава Кримином, третий, пятый стих. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, терпение опытность от опытности надежды, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия извела сердца наши Духом Святым, данным нам. Видишь ли, что искусство, являющееся скорби, внушает нам надежду на будущее, и пребывание в искушениях заставляет нас иметь хорошие надежды на будущее. Таким образом, я не без оснований говорил, что эти скорби утешают нас надеждами на воскресенье и делают искушаемых лучшими, как в огне искушается золото. Так и человек, принятый в печь смирения, стерахом 2.5. Можно указать и десятую причину. Какую же именно? Ту самую, которую я назвал уже часто и раньше. Именно если у нас есть какие-нибудь пороки, то устраним здесь их. И на это указы патриарх говорил богатому, что лазарь воспринял свое злое, поэтому он утешается. И кроме этой найдем опять иную причину. В чем же это? В том, чтобы умножить нам венцы и награды, потому что в той мере, как возрастают скорби, умножаются и воздаяния, вернее же, гораздо больше, потому что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Римлянам 8.18. Итак, имея возможность указать столько причин страдания святых, не будем ни роптать в искушениях, ни сомневаться, ни смущаться, а станем и сами воспитывать свои души и других научать этому. Если ты увидишь человека, который живет добродетельно, тремится к любомудрию, угождает Богу и затем терпит бесчисленные бедствия, то не соблазнись возлюбленной. Если ты увидишь, что кто-нибудь приступает к духовным делам и думает достичь чего-нибудь полезного, а затем терпит неудачи, то не смущайся. И я знаю, что многие спрашивают так. Один, говорят, отправился в Мартирион, этим именем называется Храм Спасителя в Иерусалиме, чтобы доставить средства помощи бедным, но подвергся кораблекрушению и погубил все. Другой опять делает то же самое, попался разбойником и едва спас свою жизнь, убежав от них нагим. Что же сказать нам? То, что не должно сетовать ни о чем этом, потому что хотя тот человек и подвергся искушению, однако он имеет совершенный плод правды, так как выполнил все свое, собрал имущество, сохранил, приступил к делу, отправился в путь, а кораблекрушение нисколько уже не зависело от его решения. Но для чего Бог допустил это? Для того, чтобы сделать этого человека испытанным. Но бедные, говорят, лишились денег. Не так ты заботишься о бедных, как создавший их Бог, потому что если они и лишились их, то он может с другой стороны доставить им еще больший источник благословений. 21. Не будем поэтому требовать у него отчетов происходящим, а прославим за все. Не без цели и не напрасно попускает он часто подобное, но не покидая заботой тех, кто должен бы получить утешение от этих денег, доставляя только им вместо того другой способ пропитания, он делает и более искушенным потерпевшего крушения и большую награду приготовляет ему, потому что благодарит Бога, подвергшись таким бедам, составляет гораздо большую заслугу, чем давать милостыню. В самом деле, не только то, что мы делаем, творя милостыню, но и то, что мы мужественно переносим, когда у нас отнимают другие, приносит нам обильный плод. И чтобы ты знал, что последнее больше первого, я поясню это примером случившегося с Иоовом. Последний, когда владел имуществом, отворял свой дом для бедных, отдавал все, что было, но он не был так славен тогда, когда отворял свой дом бедным, как тогда, когда, услышав, что дом обрушился, не отчаялся. Он не был так славен, когда, обстригая овец, одевал ноги, как был славен и знаменит, когда услышав, что упал огонь и уничтожил все стада его, возблагодарил Бога. Тогда он был человека любив, теперь стал любомудр. Тогда он жалел бедных, теперь же благодарил владыку. И он не сказал себе, что же это стада уничтожена, от которых питалось множество бедных. Если уж я не достоин был наслаждаться этим богатством, то, по крайней мере, следовало пощадить ради тех, которые получали от них долю. Но ничего подобного он не сказал, не помыслил, а знал, что Бог все устрояет на пользу. И чтобы ты знал, что Иов нанес дьяволу более сильный удар, именно тогда, когда, будучи лишен всего, возблагодарил Бога, чем когда, владея имуществом, являлся страдания. По размыслию о том, что когда он владел, дьявол мог высказать некоторые подозрения, хотя и ложные, он все же мог сказать, разве даром Иов чтит тебя? И после того, как у него взял все, лишил его всего, и Иов сохранил ту же самую любовь к Богу, тогда совершенно замкнулись бесстыдные уста. И дьявол не мог уже сказать ничего, потому что еще славнее, чем прежде был праведник. Итак, будучи лишенным всего, мужественно и с благодарностью переносит ничего не счастья, как показано на примере этого праведника, гораздо больше добродетель, живя в богатстве, творит милостыню. Тогда у Иова было великое дружелюбие к сарабам, теперь он показал великую любовь к владыке. Не напрасно я распространяюсь об этом, а потому что многие, творя милостыню, питая вдовиц, часто лишаются имения. Другие теряют все благодаря приключившемуся пожару, иные подвергают их крушением, еще иные благодаря ложным обвинениям и подобным неправдам, после обильной милостыни доводятся до крайней бедности, до бессилия и болезни, и ни от кого не получают никакой помощи. Итак, не станем говорить, как говорят многие, никто ничего не знает. Всего сказанного достаточно, чтобы устранить такое смущение. Один, говорят, творя столько милостыни, потерял все. И что в том, что он все потерял? Если он возблагодарит за эту утрату, то приобретет у Бога гораздо большее благоволение и получит в будущей жизни не вдвое, как Иов, а в сто крат больше. Если же он бедственно страдает здесь, то именно это самое, то есть, что он все мужественно переносит, готовит ему большее сокровище, потому что, призывая его к большим подвигам и к более тяжкой борьбе, Бог допустил ему впасть из богатства в бедность. Случающийся пожар часто уничтожает твой дом и истребляет все имущество. Вспомни, случившееся сего, он возблагодарил ладыку, который мог воспрепятствовать и не воспрепятствовал, и ты получишь такую же награду, какую получил бы, если бы все это отдал в руки бедных. Но ты влачишь жизнь с бедности и голоди и среди бесчисленных опасностей. вспомни, 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 вспомни Лазаря, боровшегося и с болезнью, и с бедностью, и с лишениями, вспомни апостолов, которые проводили жизнь в голоде, и в жажде, и на готе, вспомни пророков, патриархов, праведников, и ты найдешь, что все они были не из числа богатых и наслаждавшихся жизнью, а из числа терпевших нужду, скорби и тесноту. 22. Слагая это в себе, возблагодари Владыку за то, что он сподобил тебя такой участи, не по ненависти, а по сильной любви, потому что он не попустил бы и тем потерпеть такие бедствия, если бы не сильно любил их, ибо через эти бедствия он сделал их более славными. Нет блага, равного благодарности, как нет ничего хуже, хулы. Не будем делиться, что, прилежа к духовным делам, мы терпим много бедствий, подобно тому, как разбойники делают подкопы и тщательно выслеживают не там, где сено, мекина и солома, а где золото и серебро. Так и дьявол налегает больше всего на тех, кто занимается духовными делами. Там много козней, где добродетель, там зависть, где милостыни. Но у нас есть одно величайшее оружие, которое способно отразить все такие козни, благодарить за все это Бога. «Авель не так далее, как приносил жертву от начатков, пал от братней руки, скажи мне». И однако Бог попустил это не по ненависти к почтившему, а по сильной любви и желая доставить ему кровью венца за прекраснейшую ту жертву, другой венец мученичества. Моисей захотел помочь неправедно обижаемому и подвергся крайней опасности, так что бежал из Отечества. И Бог попустил это, чтобы ты знал терпение святых. В самом деле, если бы мы приняли за духовные дела, зная наперед, что не потерпим никакого несчастья, то при таком ручательстве и безопасности мы оказались бы не делающими ничего великого. И те же делающие такие дела больше всего достойны удивления именно потому, что предвидие и опасности и лишение и смерть и бесчисленное бедствие все-таки не остаются недеятельными из-за опасения страданий. Поэтому, как три отрока говорили Даниила, 3 глава, 17-18 стихи, Бог наш, Которого мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленный огнем и от руки Твоей, Царь, избавит. Если же и не будет того, тогда будет известно тебе, Царь, что мы Богам Твоим служить не будем и золотому истухану, который Ты поставил, не поклонимся. Так и Ты, когда должен совершить что-нибудь подобающее Богу, предусматривай много опасностей, много лишений, много смертей и не изумляйся, не смущайся, когда это случается. «Сын мой, если Ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу Твою к искушению», Терахам 2.1. Никто, решаясь состязаться, не ожидает стяжать венка без ран. Поэтому и Ты, начав всеми силами бороться с дьяволом, не гонись за безопасной и полной приятностью жизнью, потому что не здесь Бог обещал Тебе воздаяние и обетование, а все славное в будущем веке. Поэтому, когда ты или сам сделаешь что-нибудь доброе, получишь неприятности или увидишь, что другой потерпел это, то веселись и радуйся, потому что это служит Тебе к большему воздаянию. Не падай духом, не бросай усердия, не становись ленивым, а напротив прилагай еще большее рвение. И апостолы, когда проповедовали, то подвергаясь бичеваниям, побиванию камнями, постоянно обитываясь в темницах, не только после избавления от опасности, но и в самых опасностях возвещали проповедь истины с большим рвением. И можно видеть, как Павел в самой темнице в узах самых обучает, наставляет тайном и на суде опять делает то же самое и во время крушений, в буре и среди множества опасностей. И ты соревнуй этим святым пока в силах, не отказывайся от добрых дел и хотя бы видел, что бесконечное число раз прерывает тебя, дьявол, никогда не отступай. Ты, перенося деньги, подвергся, может быть, крушению, а Павел, неся то, что дороже было всяких денег, слово, отправился в Рим, подвергся крушению, потерпел множество бедствий. Это он сам выразил, говоря, что много раз хотел прийти к вам и возбранил нам сатана. И Бог попускал это с избытком, проявляя свои силы и показывая, что хотя бы дьявол представлял бесчисленные препятствия. Дело проповеди нисколько от этого не терпело ущерба и не прекращалось. Поэтому-то Павел за все благодарит Бога, зная, что через это он делал его более славным и во всем обнаружил великую силу своей ревности, не будучи удерживаем никакими препятствиями. Поэтому и мы сколько бы раз не постигала нас неудача, всякий раз будем приступать к духовным делам и не будем говорить, для чего допустил Бог препятствия. Потому и допустил Он, чтобы ты больше показал свою ревность многим и великую любовь, так как любящему больше всего свойственно никогда не отказываться от того, что нравится любимому. Слабый и малодушный падает духом тотчас же при первом ударе, а сильный и бодрый хотя бы без конца встречал преграды, тем более будет прилежать к делам Божьим, исполняя все, что ему следует и благодаря за все. Сделаем же это и мы. Благодарность великое сокровище, великое богатство, непобедимое благо, крепкое оружие, равно как хула усиливает настоящую же потерю и заставляет нас лишиться еще больше сверх того, что мы уже потеряли. Ты лишился имущества, если ты будешь благодарить, то ты приобрел душу и овладел большим сокровищем, снискав у Бога большее благоволение. Если же ты будешь хулить, то потерял и свое спасение и того не возвратил, и душу, которую имел, и тупо губил. 24. Но раз у нас зашла теперь речь о хуле, то я хочу просить всех вас об одной услуге взамен этой речи и рассуждения. Именно, чтобы вы унимали в городе тех, кто богохульствует. Если ты услышишь, что кто-нибудь на распуте или на площади хулить Бога, подойди и сделай ему внушение. Если нужно будет ударить его, не отказывайся, ударь его по лицу. Сокруши уста, освети руку твою ударом. И если обвинять тебя, повлекут в суд. Иди. Если судья присудилищем потребует ответа, смело скажи, что он похулил царя ангелов. Ибо если следует наказывать хулящих земного царя, то гораздо больше оскорбляющих того царя. Преступление одного рода публичное оскорбление, обвинителем может быть всякий, кто хочет. Пусть узнает иудеи и елены, что христиане хранители, защитники, правители и учители города. И пусть то же самое узнают распутники и развратники, что именно им следует бояться рабов божьих, дабы если и захотят, когда сказать что-либо подобное, оглядывали всюду кругом и трепетали даже теней, опасаясь, как бы христианин не подслушал, ни на пал его сильно не побил. Ты слышал, что сделал Ян? Он увидел тирана, не спровергающего брачные законы и смело посреди площади говорил, не должно тебе иметь жену брата твоего. А я привел тебя не к тирану, не к суде и не за противозаконные браки, не за оскорбляемых сарабов, а удостаиваю тебя исправлять равного за бесчинные оскорбления владыки. Не правда ли? Ты счел бы меня сумасшедшего, чтобы я сказал тебе, наказывай и исправляй царей и судей, поступающих противозаконно. И однако Иоанн сделал это. Следовательно, это не свыше наших сил. Теперь же исправляй по крайней мере хоть сараба, хоть равного себе. Если даже надо будет умереть, не переставай вразумлять брата, это будет для тебя мученичеством. И Иоанн ведь был мучеником. Ему не приказывали не принести жертвы, не поклоняться идолу, но он сложил голову за святые законы, когда они подвергались поруганию. Так и ты. До смерти борись за истину, и Господь будет поборать за тебя. И не говори мне таких бессердечных слов, что мне заботиться, у меня нет с ним ничего общего, у нас нет ничего общего только с дьяволом. Со всеми же людьми мы имеем много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же владыку, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не будем поэтому говорить, что у нас с ними нет ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское бесцеловечие. Не станем же говорить этого, а покажем подобающую братьям заботливость. А я обещаю со всей уверенностью и ручаюсь всем вам, что если все вы, присутствующие здесь, захотите разделить между собой заботу о спасении обитающей в городе, то последний скоро исправится весь. И хотя здесь малейшая часть города, но малейшая по количеству, а по благочестию главное разделим между собой заботу о спасении наших братьев. Достаточно одного человека, воспламененного ревностью, чтобы исправить весь народ. А когда налицо не один и не два и не три, а такое множество могущих принять на себя заботу о нерадивых, то ни почему иному, как по нашей лишь беспечности, а от ни слабости, многие погибают и падают духом. Не безрассудно ли в самом деле, что если мы увидим драку на площади, то бежим и мирим дерущихся? Да что говорю я о драку? Если видим, что упал осел, то все спешим протянуть руку и поставить его на ноги, а о гибнущих братьях не заботимся. Богохульник тот же осел, не вынесший тяжести гнева и упавший. Подойди же и подними его и словом, и делом, и кротостью, и силой. Пусть разнообразно будет лекарство. И если мы устроим так свои дела, будем искать спасения и ближних, то вскоре станем желанными и любимыми и для самих тех, кто получает исправление. И что всего важнее, мы насладимся предстоящими благами, которых все мы додостигнем благодати и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.